Друзья мои, у меня вот два вот таких вот кусочка подчерелка, грудинка, кому как будет угодно. И решила я с нее приготовить сегодня панчету копчено-вареную. Ну, буду ее готовить с двумя разными специями. Одну хочу сделать со специями баструмы попробовать, ну, а другую уже с итальянскими травами, там, базилик, орегано, ну, все такое типа под итальяну. Сейчас я с нашего подчерелка отрежу все лишние части, ну, как бы его немножечко подровняю. Так вот. Чтобы наша панчета была ровненькая и красивая. Вот этот кусок сала, я думаю, нам не нужен. Вот. Более-менее кусочек уже ровненький. Сейчас еще вот здесь вот подрежу. Взял я другой ножик, более такой острый, потому что тот, ну, вы поняли, туповатый. Так, вот это мы отрежем. Такая довольно-таки сальная. Я бы сказал, что это не подчерегово, как кусок сала. Ну, какой и есть, друзья мои. Все. Это мы отрезали, придали ему вот такой вот квадратный вид. Ну, а вот это вот сальцо, я думаю, я засолю. Может, даже отдельно закопчу. Будет довольно-таки неплохо. Ну, а теперь, друзья, нам нужно взвесить подчеревок, чтобы приготовить для него посолочную смесь. Ну, узнать, сколько он весит. Два килограмма шестьсот тридцать семь грамм. Короче, два шестьсот. Этот кусок у нас килограмм четыреста весит. А этот кусочек у нас весит... Короче, то будет килограмм четыреста, а это килограмм триста. Так как у нас там два семьсот, общий вес нашего подчеревка, а на килограмм нам нужно двадцать грамм соли, соответственно, в пропорции мы берем двадцать семь грамм нитритной соли, ну, двадцать восемь, двадцать девять даже немножечко. И остальное, до пятидесяти четырех, мы добавляем обычной соли. Пятьдесят шесть пусть будет. Также на каждый килограмм у нас идет пять грамм сахара. То есть нам нужно где-то грамм двенадцать сахара. Короче, сделаю немножко меньше, я думаю, ничего страшного. Друзья мои, мясо мы будем шприцовать вот таким вот шприцом. Поэтому на каждый килограмм мяса нам нужно сто грамм воды. То есть пропорцию по соли и по сахару мы уже сделали. И теперь, если у нас, ну, будем считать, два семьсот, соль это все вот сюда добавляем, то значит нам нужно двести семьдесят грамм водички. Добавляем двести семьдесят грамм воды. Двести шестьдесят три, нормально. Также, друзья, сюда можно добавить сушеный чеснок, гранулированный. И все перемешиваем. Перемешиваем до той поры, покуда у нас не растворится соль, сахар, ну, все наши сыпучие ингредиенты. Все, пока отставляем в сторону, займемся нашим мясом. Так, первое панчетто у нас будет а-ля баструма. То есть мне подогнали вот такие вот специи. семьдесят пять грамм для баструмы. Сейчас мы их применим к нашей панчетти. Кстати, кого интересуют такие специи и много других для колбас, ссылочку я оставлю в описании на Вадима. У него все и есть, друзья мои. А, друзья, запах офигенный. Наносим на наше мясо. Таким вот, не сильно жирным слоем. Состав этой специи я вам напишу в описании, что туда входит. Так вот мы ее подсыпали. Переворачиваем. И с другой стороны делаем то же самое. Я думаю, панчетто будет зачетная со вкусом баструмы. Друзья, это вам не сало соленое есть, я думаю. Так вот. Посыпем все края, чтобы все у нас было покрыто нашими специями. Так, а теперь это все нам нужно завернуть. Так как панчетто, вы знаете, это как бы рулет. Так вот нам нужно будет это все хорошо завернуть, сжать. И буду я связывать нашу панчетто вот таким вот шпагатиком. Давайте же приступим. Мясо довольно-таки плотное. Вы спросите, почему я не солю? Но это будет уже другая история, как мы его будем засаливать. Вы же помните, что мы приготовили рассол. Вот, скрутили так плотненько. Такой вот рулет получился. И теперь будем его вязать. Стараемся ближе к краю, чтобы хорошо захватилось. Так, хорошенечко стягиваем. И погнали по кругу. Я, кстати, не буду вот эти вот забуболенные вот такие вот делать. Я ее как бы стяну вот так вот обычным способом. По кругу. Тоже ничего так получится. Все, друзья, панчетку мы стянули. Получили вот такой вот замечательный рулет. Мы его потом еще присыпем его же специями сверху для баструмы. Ну, а пока мы эту панчетту отставляем в сторону и начинаем заниматься другой. Ну, а эту, друзья, панчетку мы решили сделать а-ля итальяно. Поэтому беру я сушеный чеснок. Вот так обильненько посыпаю. Затем беру орегано сушеный. Тоже вот так вот. Не жалея, довольно-таки плотненько посыпаю орегано. Это у нас сушеный базилик. Тоже сюда. А это у меня чесночный перец. Попробуем. Это то же самое, что мы чеснока насыпали. Перемешали с перцем. Вот такое оно. Еще у меня есть вот такая вот приправка. Тут сушеные томаты. Ну, и тоже всякая зелень. Я думаю, будет вообще супер. Все, по специям мы определились. Все заложили. Теперь, чтобы они у нас не рассыпались, я немножечко смажу их растительным маслом. Просто беру руки, смазываю. Это, друзья, надо для того, чтобы специя держалась на нашем мясе. Все, а теперь берем вот так немножко и делаем массажик. Массажик мясу, чтобы оно хорошо распределилось. Отсюда тоже всю свинью это собираем. Ну, а теперь нам нужно его опять же закрутить, как мы делали и с той панчеттой. Тут, конечно, кусок сала жесткий. Наверное, с вот этой толстой стороны начнем, видите. Но это довольно-таки жесткая, конечно, панчетта у нас получится. Ее, я думаю, надо будет с середины вот так начинать стягивать. Ну, и теперь берем и затягиваем. Затягиваем как можно крепче. Панчетту мы закрутили. И сейчас начинаем шприцовать ее нашим рассолом. Сюда входит 30 миллилитров. Так вот раз. Рассол будет немножечко расплескиваться, выливаться. Ну, ничего. Зачем мы так делаем? Можно было, конечно, засолить это все сухим способом. Но если вам нужно быстро, как мне, то есть, чтобы 3 дня оно у нас постоит в холодильнике, и я уже начну его приготовить дальше, то этот вариант самый лучший. Если засаливать сухим способом, то тогда нужно будет все те же пропорции соли, как я вам сказал, но просаливаться оно должно минимум неделю. Все тоже зависит от куска мяса. Так вот я прохожу. Под шкурку особенно, потому что туда маринад не проходит. Маринад будет проситься наружу, но, видите, он вздувается. Ну, ничего страшного. Для следующей операции, друзья, нам понадобится вакууматор и вакуумные пакеты. Так как мы просаливать будем нашу панчету в вакууме. Подворачиваем уголок. Это, чтобы мы не намочили его нужно. Все, берем нашу панчету и закладываем в наш вакуумный пакетик. Это у нас панчета итальянская. Сейчас я туда еще насыплю немножечко специи. Все, теперь отправляем на три дня это мясо мариноваться. А через три дня встретимся. И я вам покажу, что мы будем делать дальше с ним. Друзья, панчета промариновалась в холодильнике. И сейчас с помощью сувида я ее буду готовить. Ну, а затем буду коптить. Так, опускаю водичку. Здесь у меня еще, как видите, колбаска, балычки. Все это мы сегодня приготовим. Но это уже другой рецепт. У нас сегодня, друзья, панчета. Доливаю еще немножечко воды по уровню. Смотрите, у меня есть такой прибор, который называется сувид. С помощью этой штуки можно приготовить нежнейшее мясо. И оно у вас никогда не будет пересушенным. Вот я выставляю температуру 70 градусов. И время 5 часов. 5 часов будет достаточно, чтобы приготовить такие большие куски мяса. Все, нажимаю кнопочку запустить. Начинает работать нас насос. Видите, он нагревает воду. Идет циркуляция воды. И полностью разогретая вода циркулируется по всей емкости. Поэтому везде будет одинаковая температура. Все, друзья, через 5 часов мы встречаемся. И смотрим, что у нас получилось. Ну что, друзья, вот наша панчета. Она у меня 5 часов проварилась в вакууме при температуре 70 градусов. Вот это, видите, красненько, это с вкусом баструмы. А это уже потемнее, это наши прованские травки. Сейчас мы нашу панчету будем коптить. Коптить я буду холодным способом. Температуру я выставлю где-то 28 градусов. И коптить буду ее где-то часиков 5. А затем проветривание. И завтра уже нарезаем и кушаем, друзья. Друзья, мои, панчетку я вывесил вот уже в коптильню. Выставляю 28 градусов. И буду подавать дым. В течение 5 часов она у нас будет коптиться. Вот, друзья, наша панчетка прокоптилась. Смотрите, какая птилась. Она у меня где-то 5 часов холодным способом. Затем я ее оставил на ночь на проветривание. А теперь можно ее нарезать и смотреть, что у нас с вами получилось. Ну что ж, приступим к нарезочке. Это у нас первая панчета, которая была со вкусом баструмы. Разрезаем. Отлично. Смотрите. Какой цвет. Мягенькая. Сочненькая. По запаху. Обалденно. Так, следующая панчетка у нас... Это с прованскими травами. По деталию, или как я там говорил уже. Не помню, столько дней прошло, друзья мои. Тоже мягко режется. Ну, тут больше сала, я так понял. Потому что, смотрите. Ну, все же. Отличная получилась. Теперь, друзья, дегустация. Отрежем со вкусом баструмы. Такую тоненькую-тоненькую смужечку, как говорят. О, смотрите. Красота, да? Ляпота. Под водочку на хлебушек с чесночком. Отлично панчетка зайдет. Теперь попробуем. Есть такие отдаленные нотки баструмы. Но все же я результатом довольный. Довольно-таки не дурно, друзья. И вот эту панчетку с травами. Вот так вот она выглядит, друзья. Попробуем. Ну, совсем другой вкус, да. Не дурно, вкусно. Ну вот, друзья, получили мы такую шикарнейшую с вами панчетту. Это у нас панчетка получилась довольно-таки сальная. Вы выбираете грудинку более такую нежирных. Но это имеет смысл быть. Есть сало, есть мясо, все, что нужно. Друзья, в принципе, результатом я доволен. Не зря потратил столько много времени. Вам советую повторять этот рецепт. Но для себя я сделал такой вывод. Я бы ее, например, сначала бы замариновал, обсушил. Закоптил бы холодным способом. Затем бы завакуумировал бы. И тогда бы шкурка была бы мягенькая. Шкурка после копчения немного-таки, я вам скажу, затвердела. Друзья, повторяйте, пробуйте. И все у вас получится. Ну а кому понравился мой рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Так как статистика говорит, что больше мои рецепты смотрят люди, которые без подписки. Друзья, подписывайтесь, чтобы не пропустить мои новые рецепты. Я всем, друзья, желаю приятного аппетита, хорошего настроения, новых кулинарных фантазий. До новых встреч, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok